Всем добрый вечер. Санкт-Петербург приглашает вас на матч третьего тура женской пари Суперлига, где Ленинградка на домашней площадке принимает Казанский Динамо Ангвар. Анастасия Горелик, между рук Ирины Королевой. Идеальная доводка от Валерии Романовой. Анастасия Горелик накатом поверх блока и уже атака от Казани. Есть защита у Ленинградки. Валерия Романова на двойном блоке скидывает Светлана Гатина на страховке. И Елизавета Лукьянова под заднюю линию, как далеко там в защите была Анна Озерова, но не смогла обработать мяч. 4-4. Хороший прием Бролин Мартинес, Истана Гатина, Валерия Перова на месте. Отличная защита Либерал-Ленинградки. Скидка на треном блоке от Романовой. Елизавета Лукьянова готова. А здесь Бролин Мартинес хотела короткую скидку за блокирующих и ошибается. Хорошая подача по линии в Анастасию Чернову. Здесь Анастасия Горелик на треном блоке забивает 10-е очко для своей команды. Здесь, конечно, небольшое уточнение. Вроде бы блок был тройной, но сейчас будет хорошо видно. Выбитый прием от Валерии Романовой. Анастасия Горелик на треном блоке скидывает. Здесь как дотянулась Елизавета Лукьянова. Очень короткая скидка была. Елизавета Лукьянова все равно попадает Бролин Мартинес и оставляют меньше метра в приеме. И как четко выполняют установку тренера, здесь почти добежала Валерия Романова за этим мячом. Мощная атака от Бролин Мартинес и счет уже 14-11 в пользу Динамо Агварс. Идеальная доводка от Светланы Гатиной. И здесь блок Ленинградки. Анастасия Горелик вместе с Анастасией Светник закрывают атаку Светланы Гатиной. Приходящий мяч от Анастасии Черновой. Помешали там друг другу игроки Ленинградки. Анастасия Чернова хотела помочь Валерии Романовой. Есть прием от Анастасии Черновой. И передача сразу на Юли Цибулько. И не справляется Ирина Королева в защите. Не самый сильный удар от Юли. Но очень точный. И понимала она, что нет либера на площадке. Хороший прием Марии Бибиной и Елизавета Лукьянова в атаке. Здесь Анна Мельникова. Причем ведь не дошла она до крайнего игрока. Прыгнула просто докуда успела. 22-22. Анастасия в Бролин Мартинес. Сама она же в атаке. Здесь снова как будто низко ей. Оставала их только скинуть. Будет еще одна доигровка у Динамо Агварс. Снова на Бролин Мартинес. И вот здесь все удобно. Стык блокирующих Ленинградки забивает Бролин. Не такое отставание в прошлом году отыгрывала Ленинградка именно у Динамо Агварса. Но в этом сезоне все по-новому, все по-другому. И 25-21-1-0. Впереди Динамо Агварс. В предыдущем матче против московского Динамо настолько сейчас достаточно глупые ошибки. Еще падает мяч при передаче. Сейчас все удобно. И Анастасия Горелик могла атаковать, спасая сама себя. Сейчас Анастасия Чернова. Еще одна доигровка от Горелик. Переходящий мяч забивает Анна Озерова. И вот они, эти эмоции связующего игрока Ленинградки. Давно мы не видели радость Ане. Может быть, этот мяч сейчас будет импульсом. Выбитый прием от Марии Бибина и Бролин Мартинес. Хорошая защита Анастасии Черновой. Спасает мяч Валерия Перова. На хорошей высоте сейчас была передача от Анны Озерова на Анастасию Чернову. И от рук Елизаветы Лукьяновой Анастасия Чернова забивает. Выбитый прием у Ленинградки. И Анастасия Горелик в четвертой зоне на месте Таиси Оконовалова. И Бролин Мартинес. Валерия Перова спасает этот мяч. Хорошая передача от Анны Озеровой. Еще одна доигровка у Динамо Акбарса. Юлия Цибулько на месте. Длинный розыгрыш. По рукам сейчас играет Анастасия Чернова. Отыгрывается она от рук Динамо Акбарса. 5-5. Есть прием у Динамо Акбарса. Какая мощная атака Светланы Гатиной. 4 по 4. Мне кажется во второй метр сейчас попала Светлана. Таисия Коновалова в Анастасию Чернову. Не успевает здесь Анна Озерова. Только снизу выбить этот мяч из центра площадки. Еще одна доигровка у Динамо Казань. И здесь Бролин Мартинес. Мощный удар 4 по 4. Не сходились они с Полиной Матвеевой в первом сете. Абсолютно ничего не получалось. По пятой зоне. Собрались все там. Абсолютно пустая первая. Но все равно вот эти вот неточности приема. При этом Елизавета Лукьянова конечно здорово действует в атаке. Сегодня с задней линии. Мощное подключение. Сейчас атака по линии. Есть прием от Марии Бибиной и Светлана Гатина. 4 по 4. Такая мощная атака. Вот не все получалось в атаке у Светланы Гатиной в первой партии. Во второй уже наверное третья. Ирина Королева продолжает подавать. Есть прием от Анастасии Черновой. Не в темп сейчас пришла Евгения Сикачева. А Полина Матвеева скидывает. Зарабатывает 23-е очко для своей команды. Выбитый прием у Динамо Акбарс. Санак Гатина ставит точку в этой партии. 25-17 и 2-0 впереди Динамо Акбарс. Заявлена в первую команду. Какая мощная подача. Справляется с ней Юлия Цибулько. Есть доигровка у Динамо Акбарса. И Бролин Мартинес через руки Анны Мельниковой забивает этот мяч. Выбитый мяч у Ленинградки. Юлия Цибулько получает передачу через всю площадку. И справляется двумя руками. Забивает сейчас этот сложнейший мяч Юлия Цибулько. Полина Матвеева укорочена в Юлию Цибулько. Есть доводка. Приключение с задней линии Валерия Романова. И еще одна доигровка у Ленинградки. Неудобно было бить Анастасии Горелик. Просто накат от нее. На месте Валерия Романова. Еще одна доигровка Юлия Цибулько. 4 по 4. Ну, как вышло здесь Светлана Гатина. Как здорово паснула Мария Бибина. Здесь браво обеим командам защиты на уровне. Еще одна классная передача Марии Бибиной на Елизавету Лукьянову. И по рукам Юлии Цибулько. Своей высоты забивает Елизавета. 8-6. Еще одна укорочена от Полины Матвеева. Видела Валерия Перова. И здорово довела этот мяч. Еще одна доигровка на Елизавету Лукьянову. На месте Валерия Романова. Юлия Цибулько на двойном блоке. Страхует Валерия Перова. Доигровка уже у Динамок Барс. И Светлана Гатина по линии. Очень много ставила ей Анна Озерова. Мне кажется, все-таки даже если по установке не самый лучший прием от Светлана Гатина. Как здорово по линии сейчас забивает Бролин Мартинес. Где, наверное, там должен быть защитник. Если так много оставляют линии. Мария Бибина. Идеальная доводка. И снова первый темп. Здесь на месте Валерия Романова. Ее защита на тройном блоке. Накат Анастасии Горелик. Передача Марии Бибиной на Елизавету Лукьянову. Но есть смягчение у Ленинградки. Лея Романова без блока атаковала. Но как здорово сейчас вышла Стана Гатина в защиту. Лучшая передача от Бибины. Только снизу оставалось скинуть Елизаветы Лукьяновой. А Ирина Королева закрывает атаку Юлия Цибулько. 15-10. Впереди Динаман Барс. Анастасия покажет свой процент реализации. Потому что на данный момент у нее 30% 6 из 19 забитых мячей. Не самый лучший прием от Валерии Романовой. Анастасия Горелик здорово в диагонали атакует с 2 по 2. 5 ошибок в атаке. Но все равно с таким большим преимуществом и отрывом сейчас играет она с Ленинградкой. Здорово здесь. Аккуратным накатом с высоты Анастасия Горелик забивает 17-е очко для Ленинградки. 22-18. Бролин Мартинес на подачу. Хороший прием от Валерии Перова и вновь на Анастасию Горелик. Вот когда хорошая взвешенная передача к антенне удобно Насте атаковать. Сразу забитый мяч. 24-19. Ирина Королева. Приходящий мяч зарабатывает. И не самая тяжелая атака сейчас была Динамак Барс. Но 25-19. 3-0. Динамак Барс забирает 3 очка из Санкт-Петербурга. Поздравляем с победой. Говорим спасибо Ленинградке. С вами была Мария Атисевича. Всем хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова